Сказать вот первое питание. Часто пытаются, ну кто в ее спорте? Кто был за свободу? Некоторые кажут, что это такая схованная форма партии Меленкевича, который сховался под выходом грамматской организации. Некоторые кажут, что это способ, например, перерманивать людей. Я вам еще расскажу. Мы не конкуренты ни каким структурам, ни каким организациям. Мы лечим у всех их партнерами, их хочется подсолнечить. Но мы обрали полную форму працы. И я, наверное, не просто. Русь за свободу это не вертикальная такая структура, где мы тут вот разом мудрые идеи примаем и потом спускаем вниз для экономики. Мы обрали форму такого вольного супрацовництва, широких колов людей, просто непартийных и неорганизованных. И ты, что в громадских организациях, ты, что в партиях. И мы пробуем работу сделать так, так и она была не вертикальной, а горизонтальной. Значит, люди на местах, в городах, в местечках, спробуют шукать форму супрацовництва. И она и для бизнеса. Но для нас Русь за свободу это не жесткая организация, жесткая мета для всех оборудовательств, жесткая дисциплина, как это повинно быть у парта. Для нас это форма координации працы. Форма пропановы металл, форма супрацовництва. И что вельми важно, вот за все дым, для нас поих, мы имеем великий доступ в городские секторы, это допомогать людям у самоорганизации. Чтобы люди могли сами попарцевать так, как отстоивать свои правы. Мы брали форму такого вольного супрацовництва, широких колов людей, просто непартийных и неорганизованных. И ты что в громадских организациях, ты что в партиях. И мы пробуем работу сделать так, как и она была не вертикальной, а горизонтальной. Значит, люди на местах, в городах, в местечках, спробуют шукать форму супрацовництва, и они это без нас родные. Но для нас РУЗА свободу это не жесткая организация, жесткая мета для всех оборудовательств, жесткая дисциплина, как это повинно быть у парта. Для нас это форма координации працы, форма пропановы металл, форма супрацовництва. И что вельми важно, вот за все дым, для нас двоих, мы имеем великий доступ в городские секторы, это допомогать людям у самоорганизации, чтобы люди могли сами попрацевать так, как отстоивать свои правы.